Таракан Таракан является одним из древнейших видов насекомых на Земле. Первые находки отмечены в каменно-угольном периоде 280-300 миллионов лет назад. Всего науку описано около 360 видов тараканов. Тараканы и насекомые теплолюбивые, заселяют в основном отапливаемые постройки. Активно размножаются, круглый год хорошо ориентируются в пространстве. Но главное для этих эмигрантов из южно-гигографических зон – тепло, присутствие близкой влаги и, конечно, еда. Тараканы крайне неприхотливо питаются как свежими, так и испорченными продуктами. Могут поедать и традиционные продукты – перец, чернила, кожу и другое. Крошка на кухонном столе и даже просто плохо вытерта его поверхность. Скатерть-самобранка для таких пришельцев. Клей на почтовом конверте марки. Хватит таракану прокормиться целую неделю. Он может также есть мыло, обувной крем, книжные корешки и бумагу. Но, конечно, есть у него и гастрономические пристрастия, белый хлеб и особенно пиво. Питье и закуска одновременно. Повсюду распространены тараканы. Рыжий, он же прусак. Черный таракан, он же кухонный. Также в Восточной Европе распространен американский таракан. Мнение ученых в вопросе, откуда в России таракан-прусак, разнообразно. Одни говорят, что родина его Южная Азия, и он, дескать, еще в XVIII веке заведен был в Европу. Другие полагают, что из Африки он переселился на кораблях вслед за людьми. Также есть теория, гласящая о том, что таракана-прусак принесли русские солдаты после войны с прусаками в XVIII веке. Но истинная родина прусака – это Крым, где он обитает вне человеческих построек и жилищ. На север тараканы продвинулись, поселяясь у человека под крышей. До революции тараканы были в каждой российской избе. В центральноевропейских городах черный, или как их называют кухон таракан, известен уже более 400 лет. Вот так. Продолжение следует...